О том, что жизнь в Северной Корее для большинства человечества кажется закрытой, непонятной, дело привычное. Но, как оказалось, у ее соседки Южной Кореи тоже есть чему подивиться. К примеру, занятия в школах. В Южной Корее школьники младших классов занимаются с 9 утра до 6 вечера, а ученики старших классов и вовсе заканчивают школьный день в 10 вечера. Затем детям нужно посидеть в библиотеке, чтобы подготовиться к внеклассным занятиям. В итоге получается, что обычный южнокорейский школьник все свое время проводит за учебой. Не мудрено, что у большинства учащихся быстро пропадает желание учиться. Они чувствуют себя уставшими, сонными и ищут утешения в виртуальном мире. В городах Южной Кореи большое количество церквей разных конфессий. И каждая из них стремится привлечь к себе побольше людей. Для этого маленькие церкви предлагают на улицах небольшие подарки, что-то вроде влажных салфеток с собственной рекламой. А церкви покрупнее дарят своим потенциально прихожанам что-нибудь посолиднее. К примеру, бесплатное посещение стоматолога или парикмахера. Во всех больших магазинах страны имеются прилавки с дегустационными продуктами. Пробовать их можно сколько угодно, контроль отсутствует. А после того, как полки пустеют, угощения пополняются вновь. Практически не прилавок, а шведский стол. Беременным женщинам государство производит целевую выплату в сумме 500 долларов, которые будущие мамы должны использовать на обследование и медикаменты. Помимо денежного вознаграждения для проезда в общественном транспорте, беременным выдаются брелоки, с помощью которых женщины видят, где находятся предназначенные для них места, которые подсвечены розовым цветом. Южно-корейские граждане, отправляясь в гости, предпочитают принести полезный подарок. Таким презентом может стать, к примеру, упаковка туалетной бумаги. Большие подарки для врачей или учителей в Корее строго запрещены. Хотя подарки в виде сладости и кофе вполне допустимы. Вопреки расхожему мнению о корейцах, как о собакоедах, современные южно-корейские граждане уже не едят блюда из собачьего мяса. Такую еду найти можно, но стоит она очень дорого. Так что не совсем понятно, по какой причине корейцы не едят собачатину. Большинство граждан Южной Кореи приветствуют содержание собак в качестве домашних питомцев. В городах даже имеются центры для тех, кто не может себе позволить держать их дома. В таких заведениях посетители могут насладиться общением с собакой, взять, так сказать, на прокат. Ну и, наконец, о работе. Работа – основное занятие корейца. Он готов работать чуть ли не сутки. С таким трудоголизмом даже начали бороться на уровне государства. В пятницу вечером офисные компьютеры просто автоматически выключаются. Представляете, южнокорейцы-трудоголики таким решением правительства недовольны. Вот ведь не понимают люди своего счастья. Редактор субтитров А.Семкин